Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и в сегодняшний день Церковь чтит память великомученика-церинителя Пантелеймона. И в сегодняшний день к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, Церковь предлагает отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла к Тимофею. Глава 2, стихи с 1 по 10. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто ей подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Дадаст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за который я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня день памяти целителя Пантелеймона, и мы читаем особый отрывок из второго послания святого апостола Павла к Тимофею. Это послание входит в корпус так называемых пастырских посланий, где апостол Павел дает назидание не общине, а конкретному своему ученику о том, как нужно совершать свою пастырскую деятельность относительно конкретной общины. И здесь он дает тоже такие назидания. Недаром корпус пастырских посланий святого апостола Павла всегда являлись во все времена как бы настольной книгой для священника, для епископа, как нужно управлять, как нужно наставлять общину. Итак, в первом стихе апостол пишет «Укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». Действительно, все наше укрепление, вся наша крепость духовная, она происходит именно от Господа Иисуса Христа. Здесь нельзя надеяться на свои силы. И в то же время здесь нужно помнить такое выражение «Сделай все, что от тебя зависит, невозможно сделать Бог». То есть мы должны делать все, но понимать, что все в руках Божиих, и что если что-то происходит, это не благодаря исключительно моим заслугам, это что я такой молодец, благодаря тому, что Господь со мною, и Он мне позволил достичь того, чего я достиг. Поэтому очень важно жить в смирении и в благодарении. А Господь всегда укрепит нас, если мы прежде всего ищем этой крепости во Христе Иисусе Господе нашим. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот это вообще замечательный стих, очень важный, и очень любят протестанты, потому что он говорит о предании церковном. У них концепция соло-скриптура, только Писание. Мы же говорим, что мы научаемся из предания церковного о священном Писании является зафиксированной письменно частью священного предания Церкви. А глобально предание — это весь тот духовный опыт, который Церковь передает друг другу, скажем так, из поколения в поколение, и аккумулирует его в себе. То есть это живой опыт веры. Вот если так широко, очень широкими мазками взять, что такое предание, и об этом говорит здесь апостол Павел. Мы косвенно видим вот это предание в Писании. Второй стих. «Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть это прямая передача опыта проповеди и, соответственно, опыта веры. Это важно сохранить, первое, сохранить, и передать. Это сохранение и передание церковного предания. Итак, далее опять идет обобщение, переход к новой теме. «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Вот эта тематика и сравнение христианина, как воина, она распространена. Мы находим это у апостола Павла часто в его посланиях, мы находим это и в церковном предании, в творении святых отцов. Действительно, христианин как воин. Есть такой пример, но не только этот пример удачный, есть еще пример спортсмена, бегущего на соревнованиях, в послании к евреям, апостол Павел использует эту терминологию. Есть воин. Мы знаем, что в послании к Ефесиным есть такой эпизод, там, где апостол говорит о мече духовном, о шлеме спасения, о щите веры и так далее. То есть это воинское облачение. Так вот, переносить страдания нужно как воину. Воин — это человек, который привык к этим страданиям. Он находится всегда в походном положении, его мышцы находятся в тонусе, он всегда сосредоточен и всегда готов встать, как суворовские чудо-богатыри, с марша сразу в бой. Когда Суворов проходил «Русский штык пронзает Альпы», чем славилось войско Суворова? Тем, что он их обучил с марша вступать сразу в боевые действия. Тогда как по тогдашнему, тогдашней военной доктрины, должна была пройти подготовка длительная, и войска готовились от полусуток до нескольких дней к сражению. А Суворов разработал такую концепцию и так обучал своих чудо-богатырей, чтобы они с марша сразу в бой бросались. Что и спасло его войска как раз-таки в его итальянском походе. Соответственно, здесь то же самое. Христианин не должен быть, скажем так, неким таким лентяем, неким таким обломовым, который только мечтает о чем-то, только мечтает о спасении, но ничего не предпринимает. Нет, христианин должен быть именно таким подвижным воином, готовым к страданиям, привыкшим к ним, потому что претерпевший до конца спасется. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. И здесь, конечно же, нужно, опять же-таки, делать контекст, скажем так, поправку на контекст, что это все-таки увещание одного человека, Тимофея, который занимается пастырской деятельностью, то есть руководящая пастырская должность. И это в большей степени относится, конечно же, к пастырям. Но и каждый христианин тоже должен учитывать эти слова. Далее, восьмой стих. Очень интересно здесь говорит апостол. «Помни, Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскрешшего из мертвых, по благовествованию моему». Здесь сразу упоминается о том, что вот это родословное Иисусу Христа, согласно священному писанию Ветхого Завета, он должен быть из семени Давидова. Это тоже определенная такая новозаветная терминология, указывающая на мессианское достоинство Спасителя, Господа Иисуса Христа, о чем и благовествовал апостол Павел, о чем, собственно, мы и прочитали. И вот за это вот, за эту проповедь, за это исповедание апостол и страдает, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но, как мы знаем, для Слова Божия нет уз, ничто не может связать проповедь Христова Евангелия. «Посему я в терпении втерплю ради избранных, дабы они получали спасение во Христе Иисусе с вечную славы». Поэтому сегодня Церковь нас назидает и призывает к терпению, к мужеству воинов, и напоминает о том, что в любом испытании, в любом страдании Господь подаст нам укрепляющие нас силы через Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем унывать, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес.